Вчера вечером в Анадре финишировала еще одна экспедиция. Только на этот раз по северному побережью. Тысячи километров прошли на вездеходах. Таким образом протестировали новую разработку машин «Бурлак». Как они прошли испытания севером, расскажем в следующем сюжете. Испытали не сколько себя, сколько технику. Экспедиция «Север рядом» стала проверкой на прочность экспериментальных машин. Три новых «Бурлака» вытянули большой путь от Оренгоя до Чукотки, пройдя около 6000 километров. Меньше чем за месяц, громадные по сравнению с обычными машины вальяжно финишируют в Анадоре. Чукотский участок маршрута, на удивление, оказался самым легким. Помогли накатанные треколами зимники. Надо понимать, что последний только участок был быстрый, от Певека до Анадыря. А до этого-то там были, мы же шли морем, торосы, медведи, полыни, разрывы, все как положено. Несмотря на достаточный комфорт путешествия, все же оно проходило большей частью по побережью Северного Ледовитого океана. Поэтому без экстремальных ситуаций не обошлось. Однажды чуть не пришлось проверить заложенную разработчиками способность вездеходов плавать. Тонкий лед проломился под тяжестью одного из «Бурлаков». Он успел проскочить. В воде ненадолго оказался лишь прицеп. И это было, пожалуй, единственное происшествие. Потекло масло, заменили сальники, зашумел подшипник, заменили подшипник. То есть, так серьезного, чтобы машину тянуть не было. Нет. Шли своим ходом, то есть, все машины. Друг друга мы не тянули, лебедки не разматывали ни разу. Доставать откуда-то не пришлось. Сами везде пролезли, прошли, проползли. Ну, в общем, получилось. Самое главное – получилось избежать близкого знакомства с хозяином Арктики. И хотя встреча с «Белым медведем» стала самым ярким впечатлением участников экспедиции, все они рады, что Умка хоть и ночевал поблизости, но к машинам не подошел. Мы встречаем с «Белого медведя» вечером. Пофотографировали, поснимали. Медведь нас как-то даже особо и не испугался. И поехали мы дальше. Ехали сколько могли, но уже стало темно, и там торосы, разрывы. Это в открытом море было. Мы решили не рисковать и легли спать. Мы надеялись, что от медведя отъехали достаточно. Утром мы просыпаемся, все исхожено, медвежьи следы. Мы завтракаем, заводим машины, и в 200 метрах от нас из тороса встает белый медведь. И начинает еще и подтягиваться, и зевать. Любовались участники экспедиции дальше только бескрайними северными просторами, ведя путевые заметки. Аннабарский залив, выход моря Лапкивых, остановились на обед. Вот такие вот живописные скалы. Женька вон с ума сходит. Причудливые ледники, действующие заброшенные полярные станции, большие северные города и маленькие поселки. Чукотка, которая встретила пургой, игрой света и тени в горных ущельях. Богатый багаж воспоминаний. Не люблю фразы, когда покорители севера. Это не мы покоряем, это он нас покоряет своей широтой, своей красотой, с теплом души людей, которые здесь живут и которые встречают. В любом городе, который мы проезжали, нам сразу предлагали на выбор. Теплый гараж, баню, гостиницу, переночевать, обед. Ну, то есть, ребята душевные. Бурлаки останутся на Чукотке, а их водители уедут передать обнаруженные в пути недочеты разработчикам. Они создали эти машины с большой грузоподъемностью и высокой скоростью движения по бездорожью специально для северных условий. И несколько подобных версий уже используются в Анадре и Беринговском. Анастасия Веденеева, Александр Кузьминов, служба информации.